Лёнь, мы с тобой как-то пару дней назад разговаривали, и меня просто затронуло тем, потому что я впервые это услышал. Поясни, времени не хватает на то, чтобы делать свою программу, или просто как бы внутренней готовности нет? Ну, множество факторов. Я, кстати, задумался после того разговора вообще об этом вопросе, потому что я не сильно задумывался вообще как-то. Об этом. Во-первых, нужно время на это. Свободная энергия. Плюс, наверное, надо ещё созреть в некотором роде музыкально, найти своё, поискать, подумать, потому что у меня пока ещё не сформировался какой-то конкретный видимость того, как это всё должно быть вот на 100%. То есть это как-то просто какие-то отдельные кусочки, но это пока ещё не собралось в полную мозаику. Поэтому я в данный момент, как сайдмен во множестве проектов, просто выполняю свою функцию. Ну, стараюсь делать это хорошо. Часть из этого множества я слышу тут, и это высочайший уровень. И, соответственно, твой, потому что ты выступаешь, например, сегодня, ты выступаешь в квинтете, по-моему, да, или квинтет? В квинтете, где каждый просто штучный товар, да, просто выдающийся музыкант. Не было бы приглашений, если бы не было своего лица, если бы не было своей подачи, да, вот того, из-за чего, в общем, музыканты ценятся. И это тем более удивительно, извини, что я опять возвращаюсь к этой теме, это тем более удивительно, что вот не сложилось, ты говоришь, вот внутри тебя, это всё, это вся штука. А что, понимаешь, когда складывается, это правда, когда складывается, время сразу находится, это как у алкоголиков. Да, скорее всего, это как это просто отговорки, вот так по большому счёту, конечно. Ну, значит, просто не пришло время ещё. Потому что я на самом деле имею возможности, я так понимаю, имею возможности и технически сделать, сделать. То есть у меня нет вопросов касаемо того, там, как это сделать, как это записать, как это сыграть. Скорее вопрос в том, что делать. А скажи мне такую штуку, всё же начинается с некой нулевой точки отсчёта координат, да, когда вот, когда что-то непонятное даёт толчок, да, и этот толчок образует потом целые, ну, теория большого взрыва, короче. Эта точка определена или её тоже нет? Вот непонятно даже, я не знаю, стиль, будет ли это сочетание вокальное с вокалом? Нет, нет. Меня интересует только инструментальная музыка, это 100%. Ну, понятно, что какие-то мысли возникают, но просто надо же понимать, какие цели человек преследует. Вот. Ну, скажи, какие цели. Коммерческие цели, либо ещё какие-то, либо творческие. Мне, честно говоря, всегда странно это слышать. Разве творческому человеку не хочется преследовать коммерческие цели? Я понимаю, что в главу угла, когда ты... Это отдельный серьёзный вопрос. На самом деле, ну, коммерция – это коммерция во всех отношениях. Теоретически инструментальная музыка может быть коммерческой, но для этого нужно приложить какие-то неординарные усилия, и это касается по большей части не самого материала, а скорее обёртки всего этого, как это подать, как это раскрутить. Но сама музыка, вот которой мы занимаемся, фьюжен, вот то, что происходит в клубе Козлова, ну, надо смотреть правильные глаза, это не коммерческая музыка. Просто, то есть, как бы, пытаться из этого что-то выжить, то есть, как бы, может быть, изначально просто искать что-то другое. Если есть цель коммерции, я почему говорю про изначальную цель? То есть, если бы, например, у меня была изначальная цель сделать проект и зарабатывать там огромные деньги на этом проекте, я бы по одному пути шёл. Если у меня цель, например, будет просто реализоваться в творчестве, да, и сделать конкретно вот то, что мне хочется, несмотря ни на что, не задумываясь о том, насколько это будет, сколько людей это привлечёт, это совершенно другой путь. То есть, я это разделяю очень сильно. Плюс, ну, наше направление, вот это инструментальное, джаз-рок, это очень, очень некоммерческая музыка, очень, очень недоступная для людей. И, соответственно, никто, ну, кто это будет раскручивать, кто будет вкладывать в это деньги, пиарить. Потому что все, кто занимается так или иначе раскруткой, они же всё равно, как бы, им надо зарабатывать деньги. То есть, каких-то просто энтузиастов, которые будут заниматься благотворительностью как-то вообще. Ну, этот вопрос много раз проговаривали, и для меня там уже поставлена точка была ещё до начала всех разговоров, потому что мне, например, как человеку, причастному к профессии, называемой журналистикой некоторым родом, в некотором смысле, понятно, что если нет площадок для раскрутки, если они закрыты, по принципу «это сегодня не нужно, это не формат», то, конечно, не появятся эти люди, которые могут зарабатывать бабки и давать зарабатывать деньги. Нет, на самом деле могут появиться. Я просто, вот такой момент, так как у меня на данный момент нет, например, своего проекта, который бы я раскрутил, и я бы с видом знатока рассказывал, как это сделать. То есть, у меня, как бы, понятно, появляются некие соображения, я вообще смотрю, как бы, что делают люди вокруг, и те люди, у которых получается как-то так или иначе что-то продвигать в этом направлении, они просто пользуются технологиями нового времени, они видят новые возможности, то есть, как бы, они не смотрят в прошлое, они смотрят в будущее, и смотрят в будущее в плане того, что изучают... Во-первых, все-таки в музыке должно появляться что-то новое. Скажем откровенно, большая часть музыки, которую я слышу, например, в России инструментально, это все-таки повторение во многом. Повторение того, что было уже много лет назад. Когда кому-то удается привнести хотя бы что-то чуть-чуть новое, да, совместить, сделать какой-то сплав, что-то взять из современных стилей, может быть, вообще не из джаза, ну, то есть, делать какие-то разные миксы, то вот есть шанс, есть шанс, что это... Потому что, ну, в любом случае, есть массовая культура, и есть какие-то вещи, которые в определенный момент цепляют определенную там группу людей, например, молодежь. Вот если взять что-то оттуда и совместить с тем, что мы делаем, что умеем, тогда есть шанс зацепить людей. И так, в общем-то, и происходит. Вот я как смотрю, как бы все-таки не чистый, например, джаз-рок, но, например, такие стили, как, вот, например, сейчас даже тяжелая музыка совмещается с, можно сказать, джазом. Потому что даже не джаз-рок, а джаз-металл, например, но это людям интересно. То есть, вот современное звучание, но, естественно, люди берут все лучшее из того, что уже было. То есть, не начинают с нуля, это не то, что я так вижу, новый путь, нет. А именно, берут уже все, что есть, и добавляют что-то новое. Значит ли это, что художник перестает творить, а начинает заниматься дизайном? То есть, перестает... Да. Ну, не, ну, это же тоже часть творения. Сделать красивую картинку, снять красивое видео, продумать, сделать сценарий. Ну, разница между профессионализмом и ремесленничеством есть. Ремесло – это не уничижительное слово. Ремесло – это прекрасное владение навыками, нюансами. Нет, возможно, есть люди, на самом деле, возможно, я уверен, что те люди, которые добиваются какого-то успеха в таких моментах, они, я думаю, действуют по поверению сердца во многом. Просто они открывают какие-то новые возможности. Но это не значит, что они ремесленники, что они, на самом деле, хотят делать что-то другое. Может, как бы они и реализуются в этом? Нет, это здорово. Ты все верно говоришь. Просто у меня создается ощущение, что ты говоришь, что нужно придумать что-то такое. Я не уверен, что Майлз Дэвис, там, я не знаю, Пинк Флойд, Элвис Пресли и Битлз придумывали что-то новое. Просто они жили, как жилось, мне кажется. Или там есть все-таки в их творениях элемент прогнозирования или как-то маркетинга? Я уверен, что да. То есть, я не могу влезть им в голову, но, как правило... Чтобы некоторым уже не влезешь. Ну, конечно. Но, как правило, за всеми такими мощными проектами стоят... Ну, если уж мы говорим про Битлз, уж точно стоят разные продюсеры, серые кардиналы, которые... Мы даже знаем, кто зовут его. Ну, да. И, как бы, я думаю, и за выдающимися джазовыми музыкантами тоже есть такие люди, о которых можем не знать, которые каким-то образом влияют и знают конъюнктуру. Сами музыканты во многом тоже, может быть, как бы, понятно, что те люди, чьи имена мы называем, это в любом случае те люди, которые прекрасно ориентировались и предвидели моду. Вот, например, тот же Майлз Дэвис, он же ведь... Ему интересно было все новое. Он искал сотрудничество с поп-музыкантами. Создавал новое? Ну, да, то есть, как бы он же... В смысле, целое течение? Вот именно, кстати. Вот, кстати, пример отличный Майлз Дэвис. Ведь он же постоянно изменял свою музыку, в общем-то, совмещая ее с какими-то современными течениями. И тем самым... Вот как раз отличный пример. Открывал новое, да? Конечно, не все. Нет, понятно, что это лишь малая часть того, что он делал. Конечно, там, великий джазмен. Ну, вот, например, его эксперименты с поп-музыкой. Я думаю, как раз это тоже попытка, как бы... Это как сейчас это называется? Словить хайп в интернете. То есть, с помощью другого известного персонажа. Да. Еще... Хотя меня сейчас, наверное, многие... Что я каким-то образом задел Майлз Дэвис. Да ладно. Если захотят задеть... Ну, да, да. До любой запятой докопаются. Это же не проблема. Слушай, я знаю, что... На какую мысль... Ты меня натолкнул. Такой вопрос. Вот, часто музыкантов уже среднего возраста, когда встречаешь, да, ну, причем выдающихся музыкантов, которые по... Я не знаю, по какой причине. По причине той, что не в той стране живут, не ту музыка играет или что-то иное, но вынуждены, как бы, озадачиваться вопросом выживания. Молодые люди, да, еще не стоят на этой... Причем, то же самое. Не-не-не-не, ну, все-таки не они, там, дети, не подрастающие... Ну, у меня дети, семья. Я понимаю. Так что, кстати, я этим вопросом занят на 100%, на 100% именно. Поэтому я не могу сказать, что вот сейчас я... Я о другом хотел сказать. Ну, смотри, это возрастной чистый вопрос. Вот музыкальное сообщество, скажем, Москвы, некая территория, внутри которого броуновское движение происходит. Коль скоро мы заговорили уже о тех... Ты сам это сказал, о тех людях, которые стояли за великими музыкантами там. И это целое сообщество, агенты и так далее, и так далее, да, продюсеры и так далее, и так далее. Здесь музыканты живут в броуновском движении, они ищут, сталкиваются между собой и никак магнитов не расставлено никаких, нет? Ну, мне кажется, это не очень корректно вообще сравнивать тех музыкантов в то время, в том месте и то, что происходит сейчас здесь, тех музыкантов, которые здесь. Я согласен, что это... Потому что я не сравниваю тех. Я думаю, что если появляется что-то действительно выдающееся, сразу появятся люди, которые захотят заработать на этом тоже. И появятся и продюсеры, и импрессари, и все такое прочее. Просто эти люди, они же мыслят денежным вопросом. Вот, например, если мы называем имена Майлса, Дэвиса и кого угодно, у всех известных разумов, они же зарабатывали огромные деньги, по сути, особенно в то время. И их окружение, их директора, их менеджеры, они тоже зарабатывали не меньшие деньги. Поэтому там и как бы это все было целезообразно, это все было естественно. А здесь и сейчас, ну нет, если появится что-то, что привлечет тех, кто поймут, что смогут заработать деньги, тогда все появится. Ну смотри, давай я немножко конкретизирую вопрос. Я, наверное, не очень точно его взял. Я не сравнил, во-первых, то время и нынешнее у нас, то время там и нынешнее у нас. Ну смотри, ведь ты лучше меня наверняка знаешь, что в мире джаза, например, всемирного джаза, там американского джаза, есть куча имен не первого ряда, но которых знает весь мир. Ну как минимум все музыканты мира знают этих людей. Но эти люди не первого ряда, может быть даже не второго ряда. Это классные музыканты, которые сессионно работают с великими и так далее, и так далее, и так далее. Вот я о чем говорил. Там рынок как-то структурирован или нет, или я ошибаюсь. То есть мы сейчас говорим... Здесь у нас рынок как-то структурирован. Ты знаешь, что вот когда ты, например, обретешь идею, что ты хочешь играть конкретно это направление музыки, ты знаешь, кому пойти, какому агенту, который может тебя там, я не знаю, рекомендовать? Или ты сам это все ищешь, сам как-то контакты наводишь? Я не знаю здесь никаких агентов, которые занимаются... Нет, я думаю, что если я что-то сделаю, то это придется самому делать изначально и продвигать. Тогда расскажи, вернемся в самое начало разговора. Ты сказал, я специально оставил это, так сказать, на десерт. Ты сказал, что знакомство с технологиями, ты знаешь, какие технологии продвижения сегодня здесь у нас? И опять же, это смешно, если я буду кого-то в камеру этому учить, не сделав это сам. Я причусь учить. Ну, конечно, мыслей много на эту тему. Конечно, об этом бывает, что я задумываюсь, потому что я, ну, скажем так, и не только я, а все об этом задумываются. Это, собственно, и проект во многом связан с этой мыслью. И это связано с тем, что, например, в последние полгода совершенно очевидна картина того, что на такие концерты, в клуб Козлова, да, ну, стало ходить намного меньше людей, иногда вообще не ходят люди. Раньше было все-таки, то есть, как бы явная кривая вниз идет. И это наталкивает на мысли о том, что явно что-то надо менять вообще в подходе музыкантов, многих, практически всех, кто выступает здесь, например. И, то есть, надеяться, как бы я часто вижу, что, например, вот бывает, у меня много концертов, в которых я участвовал, на которых там приходило несколько столиков всего, да, и, как бы, я понимал, что после этого музыкант, например, он просто думает, что, ну, сегодня неудачный день, но в следующий раз придут, там, или еще что-то. То есть, и люди часто не пытаются как-то что-то поменять, сделать какие-то выводы, возможно, как бы искать какие-то новые возможности. Я просто надеется на то, что в следующий раз получится. Но что-то, мне кажется, это очень странно, если уже вот такая тенденция, что должно произойти, что вдруг люди начнут ходить на концерты. Видимо, формат вообще должен меняться, на мой взгляд, совершенно. И формат рекламы самих концертов, и, возможно, на... Ну вот, очевидная вещь. Сколько раз вот такие концерты бывали, на которые совершенно не ходят люди, но онлайн их смотрело много людей. Намного, ну, намного больше, там, геодметрической прогрессии по сравнению с тем, сколько было в зале. И люди писали комментарии, и смотрели, и репосты делали. И неоднократно я замечал такую вещь. Вот возникает мысль, что, ну, во-первых, явно людям с развитием интернета вообще, как бы, не так хочется выходить из дома. Это очевидно, что человеку легче сидеть дома, в уютной обстановке и смотреть в хорошем качестве концерта. Он не хочет, человек не хочет никуда ехать. В таком случае надо, значит, какие-то новые платформы, продвигать платный просмотр. То есть, явно у людей есть потребность это смотреть. Но им лень приехать. То есть, для начала тогда уже, если все-таки, а, есть спрос, давайте мы вам дадим предложение, но, там, за деньги, например, да. Это и цениться будет сильнее. Потому что, конечно, то, что бесплатно, оно не ценится. Да, 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 я согласен, но есть прямая зависимость, по моему мнению, да. Вот тут же люди, которые были на телевизоре, собирают полные залы. Не все, но многие из них собирают полные залы. И программы несравнимы, например, да. То, что они делают, они, конечно, делают очень много каверов на совершенно разные стилево, но залы полные. Я не всегда собираю. Я вам могу сказать, что не все и не всегда из тех даже, не буду называть имен, кто были в телевизоре. Я так и сказал. Я присутствовал и играл на разных концертах, где вот были такие товарищи, которые ни хрена не собирали в зал. И даже в такие моменты я задумывался о том, что множество концертов с инструментальной музыкой, в которых я участвовал, собирало даже больше людей. То есть, как бы, сейчас вообще такая ситуация интереснейшая. Вообще, с телевизором это отдельная тема. Телевизор сейчас реально отходит на второй план. Сейчас первый план это интернет. Вот я о чем еще хотел сказать в плане технологий нового, да. Я думаю, сейчас всем нужно плотно залезать именно в интернет. То есть, делать реально хорошие качественные ролики, делать хорошую качественную рекламу. Не просто видеозаписи с концерта в плохом качестве, где ничего не слышно и непонятно. Потому что раньше было достаточно, может быть, там играть в хороший концерт. Сейчас этого явно недостаточно. Раньше просто было сарафанное радио. Там люди пришли на концерты, понравилось, они пришли в следующий раз. Сейчас тебя должны увидеть в интернете, и ты должен понравиться в интернете. Причем многому количеству людей. Тогда есть шанс, что ты что-то соберешь. Лёнь, я все время как бы по пол вопроса задаю, вторая половина тебе вопроса. Всегда эта фишка существовала. Ты сам упомянул слово «сочетание сарафанное радио». Да. Мне кажется, это самая важная вещь во всем. И знаешь, о чем речь? Всегда это было важно. Всегда существовали фан-клубы. Когда не было интернета, фан-клубы существовали физически. То есть люди объединялись в каких-то помещениях, обсуждали свою артисту, гурьбу и ходили на концерты. Многие, я знаю, музыканты, хорошие, в том числе из ящика и без ящика, у них есть свои фан-клубы. Они постоянно поддерживают связь. Они тусуются в той же самой сети интернет. Они там выкладывают все. Для этого там существуют платформы любые. Сайты, соцсети, да, там чего угодно, YouTube. Не кажется тебе, что многие музыканты манкируют этими возможностями и поэтому и не собирают зал. А ведь если у тебя есть фан-клуб, на тебя будут ходить. Если у тебя есть фан-клуб из 100 человек, 10 человек будут ходить регулярно на концерты. Я согласен, но фан-клуб это уже следствие. Это работа, между прочим. Это тяжелая работа, ежедневная работа, общаться с поклонниками, отвечать. Я согласен, но это же следствие. Вот образование фан-клубов это следствие того, что данного артиста уже где-то заметили. То есть фан-клуб же он начинается с чего? Что артисты где-то должны увидеть эти люди и потом же вступить в фан-клуб каким-то образом. Либо даже если их туда приглашают, в этот фан-клуб, они все равно должны понимать, о чем речь. По поводу интернета я тебя тоже возражу. Телевизор отличается от интернета большим плюсом. В смысле у телевизора есть большое преимущество перед интернетом. Не нравится первая кнопка, нажал на четвертую, грубо говоря. Не нравится четвертая, нажал на десятую. В интернете этого нет. В интернете нет структурирования такого, как он на телевизоре пока. Его никто не придумал. Как только его придумают, так там будет телевизор. Телевизор вообще можно будет выкидывать. Ну его и так уже скоро можно будет выкидывать. Нет, ну не сам телевизор, а в смысле метр, дециметр и так далее. Ну нет, на самом деле я считаю, что сейчас на самом деле большие, огромные возможности, даже большие, чем были раньше. Вообще сейчас происходит некая такая революция вообще в мире информации. И то, что сейчас происходит в интернете, это на самом деле, мне кажется, здесь больше возможностей. Действительно, просто мы их пока используем на очень... Очень мало кто пока это научился делать, мало кто этим сейчас занимается. Мне все-таки кажется, что, знаешь, предреволюционная ситуация все-таки, потому что революция как таковая еще не свершилась. То есть, ну, все инструменты готовы, такое ощущение. Но прорыва нет пока, вот такого, чтобы... Не, ну прорыв уже в том, что телевизор сейчас реально отошел. Да, конечно, конечно. Потому что даже вот интересный момент... Телевизор это 60 плюс сегодня. Даже не 45 плюс. Вот это, я недавно смотрел, не помню, чей был ролик, но интересный момент, тоже там один блогер, очень популярный, он рассказывал интересную вещь. Как раз тоже про телевидение и интернет. Вот в чем соревнования, чтобы я говорил про Филиппа Киркорова, что Филипп Киркоров в любом городе России всегда соберет полный зал. Не проблема, да, то есть как бы работает система. Но в интернете, когда выходят его клипы новые, они там не набирают больше 500 тысяч просмотров. То есть он явно ниже, чем многие современные блогеры, даже российские. Нет, я тебе возражу, это 60 плюс те самые, которые... Да, ну понятно, ну то есть он явно... Это те люди, которые не живут в интернете. Ну то есть телевизор не работает в интернете. То есть это совершенно две... Да, согласен, согласен. Поэтому интернет дает большие возможности, ну и попасть туда легче, чем на телевидение, скажем так. Да и на телевидение уже непонятно, надо ли попадать. Потому что сейчас все-таки молодежь, и не только молодежь, но вообще все-таки практически все сейчас в интернете сидят, информацию черпают из интернета, смотрят то, что им интересно, и как бы... Поэтому я думаю, что... Ну и так уже все там. Просто нашим музыкантам не хватает понимания того, что надо еще сильнее работать именно над этим. Не только над качеством исполнения музыки на концерте, но и над качеством видеозаписи, над качеством... Ну, вообще, сама обложка продукта должна быть интересной. Вообще, сам проект должен быть интересен. У нас все-таки есть, ну, такой момент, что у нас все-таки особенно... Это даже сильно, очень сильно проявляется в среде джазовых музыкантов. Я, конечно, понимаю, почему. Потому что джазов, ну, как бы, такая самая сложная музыка, и люди здесь полностью посвящены в исполнительство. Это люди, которые всю жизнь совершенствуют свое мастерство, это бесспорно, да? Но часто, кроме этого, больше ничего нет. То есть, вот, нет артиста. Есть просто машина для извлечения звуков. То есть, я считаю, что... Особенно, да, если мы говорим о коммерческой музыке. Коммерческая музыка, она чем отличается? Она должна быть интересна всем. Не только музыкантам, именно не музыкантам, не гитаристам, не саксофонистам, не клавишам, а именно обычным людям. Поэтому, значит, что должно быть интересно смотреть. Вот я должен включить видео, мне должно быть интересно. Я должен смотреть. Просто даже... Он даже инструмент еще не взял. Просто вышел на сцену. Кто это лучше? Меня должно это заинтересовать уже. Этот человек должен быть личностью. Человек, выходящий на сцену, должен быть личностью. Это вот 100%, кстати. Независимо от того, что он делает. Он должен быть личностью. Он должен быть интересен просто как артист. Потом уже к этому добавляется игра на инструменте и вообще то, что он делает. Я понимаю, что это мнение, оно может вызывать много несогласия. Потому что, конечно, мы тут занимаемся высоким искусством. Зачем нам эти дешевые понты, вот эта внешняя оболочка. Но, я считаю, искусство, оно должно быть, именно искусство, оно во всем должно быть. И в том, как артист выглядит, и в том, как он себя подает, и в том, как он играет. Ну, то есть, это целый пласт. Пусть кто что хочет говорит, но абсолютно это главное, что я себе представляю. Я много раз говорил на эту тему. Личность может выйти на сцену, посмотреть в зал, сделать щелчок пальцем и уйти, и всем аплодировать. А можно выйти, без понтов ковырять там, да, во всех ладах всевозможных, да, во всех ритмических рисунках. И уйти под жиденький аплодисмент. Спасибо за это окончание. Личность – это главное, что должно быть.